Мы приветствуем Алексея, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверили ли он нам свое биополе на период сеанса. В общем, Алексей – это загнанная лошадь. Есть плетка и есть на глазах вот эти шторы, или как называют, как лошади. Он пытается снять это с головы, но его в это время бьют плеткой. Ему это очень мешает, его раздражает очень сильно. Он не может ответить, он хочет, чтобы ему помогли это убрать. Хорошо. Значит, у нас есть плетка и находится в его биополе, находится также и эта маска на глазах, как у лошади, да? Да. Она до головы идет на глаза, и он руками вот так вверх тянет, пытается снять. Хорошо. Скэнер, выведи эту маску и эту плетку, и все сопутствующие, подключенные к ним, чипы, датчики, импланты, конвекторы из биополя, как все это выходит из его биополя. Силой моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Алексей, я повторяю свой вопрос. Спрашиваем разрешение ваше на диагностику и чистку. Даю разрешение. Хорошо. Я даю команду на щитри. Скэнер сканирует пространство над головой Алексея под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует систем тонких тел Алексея. Находит все. Ну вот к этому набору притянулся демон 16. Дальше идет сукуб, красный дракон, рептилоид и два Грея. Вот как. И два Грея. Хорошо. Итак, у нас 16-ти герцовый демон с плеткой и маской. Дальше идет у нас сукуб, потом идет красный дракон и рептилоид два Грея. Хорошо. Удивительная консталляция сегодня интерферентов. Начинаем сразу с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Мой первый вопрос. У кого есть контракт с Алексеем? Демона. У остальных нет? Нет. Хорошо. Даю команду. Тонкая копия Алексея. Спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогены низкой. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилив потоки в 50 раз. Сколько находится рептилоид игры в этом биопуре? Шесть месяцев. Цель вашей подключки? Наблюдение, установка конструкции, подкачка энергии в дальнейшем, забор души или часть души, клонирование. Но случаются такие оказии, как эта. Значит, конструкция у вас стоит в биополе, да? Часть в плечах. Хорошо. Идем дальше. Красный дракон считает цифры над головой. 21, 1, 1. Хорошо. Что ты делаешь в этом биополе, дракон? Воспламеняю. И? Возгораю. И зачем ты это делаешь? Разжигаю. А у него энергии от этого идут, которыми я питаюсь. А он тебе давал свое разрешение на это? Нет. Но наши энергии совпадают. Но меня не устраивает. Уже не устраивает. Нет, это был правильный ответ. И ты думал, это будет безнаказанно для тебя? Мы сгармонизированы. Очень удачно. Я разжигаю. Он выплескивает энергии. Не нужно ему. Ты считаешь это для меня каким-то объяснением? Твоей паразитарной деятельностью? Нет, я объясняю технику. Я понял эту технику. Хорошо. Ставим пока этот момент. Идем дальше. Сколько ты находился в этом биополе со своим разжиганием? Три года. Больше. Три года. Четыре месяца. Хорошо. Суккуб, сколько ты находился в этом биополе? Ты с демоном пришел? Он тебя привел? Показал мне. Показал. Хорошо. Итак, сколько ты находишься в этом биополе? Полтора года. Я не понимаю. Плетка и маска – это, в принципе, твоя фишка. Причем здесь демон. Я не делаю загнанных лождей. У меня другая специальность. Я знаю, какую ты специальность. Хорошо. И переходим к Диме. Сколько ты находишься в этом биополе? Шесть лет. Как был заключен контракт с ним? Разговорами. Разговорами. Доверием. Он только мне верит. А как так получилось, что он только тебе верит? Ну, я понял, ты обманом перед ним предстал. Что ты ему советовал, что ты ему говорил. Что привело к подписанию контракта. Я полагаю, этот контракт был подписан неосознанно. Обращаясь к Алексею, вы осознанно подписывали контракт с 16-ти герцовым демоном? Вы знаете его существование? Шесть лет назад мне было 13 лет. Демон, ты хочешь мне сейчас сказать, что ты заключил контракт с 13-ти летней душой, которая на Земле 13 лет? Да. Во время полового созревания гормоны играет человек, ребенок. Душа в биороботе ищет свое место правильное. Так как биоробот начинает меняться, происходят определенные гормональные сбои. И это самый удобный момент для подписания контракта. У него есть доверие ко мне, в которое я втерся. Он мне не верит. Какие условия контракта? Не нужен подписанный контракт. Его согласия хватает. Какие условия? Он работает на меня. Он работает на меня. Спускаясь на нижние вибрации. И что он делает на этих нижних вибрациях? Негативит. На окружающих или на что? Как проявляется это все? Негативит это для меня? Да, он выдает негативные реакции на любые действия. У него есть недоверие, насмешка, отторжение к окружающим. Но есть доверие ко мне. То есть практически все на твоей чистоте. Я полагаю, это так. Хорошо, Вера, ревер закончился? Да. Идем дальше. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Алексей, забирай все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Скэнер, просканируй сейчас полноту души Алексея на настоящий момент. Сто процентов. Хорошо. Значит, еще не успели. Хорошо. И дальше возвращаемся к твоему контракту. Я же полагаю, ты приходил не на шесть лет, а до конца его жизни. И что происходит? Я не забираю душ по частям, мне нужно полное. Ну и как ты собирался свой план осуществить? Забрать его душу полностью? И в каком возрасте мне это идти? Пока он полон энергии, мне достаточно этого. Он уже мой по контракту. Алексей, меня интересует ваше мнение по поводу всего, что здесь происходит. У вас есть мнение? Можете как-то это объяснить? Уберите с меня их. Я не знаю, как это объяснить. Ну вы не знали их существование, вы ничего не предпринимали со своей стороны, чтобы приблизить этот момент. Там был такой нюанс, чтобы сущность заключения контракта, например, с демоном. 13 лет. Ну и бывает, и входит и раньше. Здесь у них правил в этом отношении нет в нашем понимании. Ждем окончания реверса. Мы это уберем все, Алексей, не беспокойтесь. Демон, ты же понимаешь, контракт будет сегодня расторгнут. Я буду поблизости наблюдать за его реакциями. Хорошо, Алексей, вы в курсе. Демон будет делать подходы, провоцировать вас на негативные энергии, негативные реакции. Что негативной реакцией является, он уже объяснил. То есть ваша реакция на окружающее и воспринимание вами информации и реакцию на эту информацию. Резкость и недоверие. Резкость и недоверие. Дам подсказку. Резкость и недоверие. Хорошо. Демон, скажем, где у него находится лярва? У него должно уже быть лярва с таким воздействием. В руках. В руках. А почему в руках? В веревке? Она пытается снять с головы мою подключку. И на руки идет раздражение. При прикосновении к ней, да? Да. Понятно. Хорошо. Ну, мы это сняли. У нее есть что-то еще на голове сейчас на твоей чистоте? Нет. Хорошо. Значит, мы говорили тогда о маске, которая у нее была на голове. Хорошо. Так, ревер закончился, Вера, я понял, да? Да. Хорошо. Рептилоид и два Грея. Грея, выходите, собирайте, вернее, вытаскивайте свою конструкцию. Отключайтесь полностью, ничего не забывайте. Возвращайтесь назад в клетку, докладывайте о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером, несколько миллионов герц. Если вы там хоть проводок забудете, вы просто сгорите по каналам в клетке. У него как крест такого, волости шеи и плечей. Сняли они. Красный Дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью. Сердце, горло. Готово. Как это воздействовало в горле и сердце? Слова. Сердце, пожар. Ну, ты сильно помогал, конечно, демону в его работе, разжигая все, что весь этот негатив хорошо. Он все забрал. Суккуб, твоя очередь. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Возвращайся назад. Рептилоид с Грейми, красный дракон. Вы присутствуете в квартире? Дракону есть энергия. Все, которую он расплескивал. Рептилоид и Грея? Нет. Хорошо. Суккуб снялся. Так, демон, на твоей чистоте что-то есть еще? Посмотри. Нет. Идем дальше. Все все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Алексея с демоном, плеткой, маской, суккубом, красным драконом, рептилоидом, Греями и конструкцией. Пошла рассинхронизация до 100% заканчивается автоматически. Готово. И даю команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Лярвы и контракт с демоном. Так, чистый. Хорошо. Хочешь получить лярвы, демон? Давай. Выходи, забирай их. Возвращайся назад. Моя чистота. Все снял? Хорошо. Идем дальше. Краналы мы сейчас не отрубим, потому что контракт существует, поэтому сразу перейдем к аннулированию контрактов. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Алексей должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, он готов. Я говорю в слухе, вот тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У него есть фантомы, есть копии контрагента и сам контракт. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутренняя власть. Пошел возврат энергии, если такова и есть. Есть энергия, возвращается. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро и все аннулированные контракты, договора, а также их фантомы и копии, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Есть. Хорошо. Возвращаемся к нашим каналам. Подхожу к Алексею, помогая моей энергии. Сделать импульс высокой, вибрационную шоку, удары, отсечь от себя все каналы к интерферентам. Значит, три, один, два, три, удар. Отлетают все каналы. Все отлетело? Да. Открываю воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Значит так. Рептилоид с Греями. Вы больше никогда в это биополе не придете. Я буду его проверять. Если я вас встречу, Грей знает, с кем они имеют дело. Рептилоид тоже должен уже просканировать меня. Будете сильно наказаны. Вам это понятно? Им понятно, они не хотят иметь дело с полицей. Хорошо. Открываются наверху два портала. Один на чистоте рептилоида, один на чистоте Греев. Один, два, три. Конструкция остается в клетке. Рептилоид уходит на свою чистоту, Грей уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю оба портала. Под конструкцию открываю воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Красный дракон, я хочу получить слово красного дракона, что больше никогда в это биополе не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Один, два, три. Красный дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Суккуб готов уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Один, два, три. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо, Демон готов уходить? Он спрашивает, можно забрать его подключки. Подключки нет, но я могу тебе отдать эмоциональный фантом. Давай. Выходит эмоциональный фантом Алексея. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкое аббрационное эмоциональное. Проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Он вышел в фантом. У него вот эти все чувства, что ты перечислил, как стрелы внутри. Прям все, что я перечислил? Много из этого. Хорошо, Алексей. Эти энергии вы сами сгенерировали, а здесь вам уже никто не мешал. Это ваши собственные энергии. Вы хотите от них избавиться? Да, он хочет. Сворачивайте энергии в шар. Демон забираешь? Давай, давай, забирай. Это резкость, а не стрелы. Резкость. Отправляй этот шар к демону. Расскажи мне пару слов о первопричинах. Назови их, чтобы я знал, какие из них являются главными. Я же говорила, что не верит он никому. А тут сюда идет страх, нервозность, растерянность. Отторгает, как выстраивает стену. Все понятно. Хорошо, Алексей. Вот вам подсказка. Если вы будете дальше этим заниматься, демон будет ходить рядом. Буду, буду. Точно так же и с алкоголем. И будет устраивать вам ситуации, в которых вы должны будете прореагировать так, как вы реагировали до этого. Если вы это сделаете, с большой вероятностью, он снова войдет в ваше биополе и подпишет контракт. Контролируйте свои эмоции, свои мысли и свою реакцию на любое раздражение. Нет реакции, не будет и раздражения. Вы услышали меня, Алексей? Да, конечно. Хорошо. Демон готов уходить? Он воздыхает, что ты ему плетку не отдаешь. Я не отдаю оружие никому назад. Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что принято. Демон уходит на свою чистоту. Его артефакты остаются в клетке. Закрывая печат и растворяясь. Обугленную пентаграмму. Под плеткой и маской открывая воронку в галактическое дроне уходит на переработку. Закрывая печат и растворяясь. Ага. Вот эта маска. Она показывала ему так, как хотел демон. Все понятно. Хорошо. Ну, там же глаза влево-вправо он не мог смотреть. Поэтому только в этом углу и видел. Сейчас он будет видеть нормально. Но привычки-то остались. Дело в том, что вот эта маска, она как давала ему, чтобы он не слышал, не видел. Только так, как реагировал, как хочет демон. Клетка должна быть пустая сейчас, да? Да. Поехали по частотам. Есть. На счетре запускаем процесс активации, идентификации души. Один, два, три. Пошел процесс. Душа активирована. Душа хочет общения с ним. Она говорит, что она чистая. И она должен обратить на нее внимание и объявляться. Жить по душе. Жить по душе. Готово. Хорошо, Алексей. Я обратила внимание на душу. Я обратила внимание на душу. День вечером. Душа. Душа. И перед своим третьим глазом. в сети. И наш администратор пересчет вам также текст манифеста для дальнейшей работы. Работайте над собой. Работайте над собой. Как душа сказала. Общайтесь с ней. Она вам будет отвечать. И не реагируйте, как вы раньше до этого реагировали. Хорошо, Вера. Мы закончили? Да. Он сгармонизировался. И он целостный, как он говорит. Ему нравится очень это. Отлично. Отключаемся от объекта.